Налоги – обязательное условие жизни цивилизованного общества, ведь казна государства формируется из наших с вами поступлений в нее. Стабильность и экономическая мощь страны также зависят от этого. В Беларуси налоговое законодательство постоянно упрощается и совершенствуется, но какие бы шаги ни предпринимались, полностью освободить предпринимательскую деятельность от контроля невозможно. Оптимизация налогового регулирования взаимоотношений между государством и налогоплательщиками заключается в разумном сочетании фискальной и стимулирующей функций налогов. Инспекция по Московскому району города Бреста за 6 месяцев текущего года проведено 330 проверок индивидуальных предпринимателей, из них 150 проверок, включенных в координационный план контрольной деятельности. По результатам данных проверок нарушения, к сожалению, установлены у всех. По результатам данных проверок, доначисленное взысканно в бюджет более 1,5 млрд. рублей. За нарушение налогового и иного законодательства 248 индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности на сумму более 180 млн. рублей. Чтобы избежать подобных, не совсем приятных случаев, работники налоговых инспекций на регулярной основе проводят различные акции предупредительного и профилактического характера. Как пример, можно привести 11 индивидуальных предпринимателей, получивших из московской налоговой уведомления о проведении проверок и представивших уточненные декларации, и уплатив дополнительно порядка 18 млн. рублей в бюджет. Чаще всего допускаются типичные ошибки у тех, кто занимается оптовой и розничной торговлей запчастями к автомобилям, торговлей стройматериалами и табачными изделиями. Но достаточно много и тех, кто, думая, авось пронесет, занижал выручку, увеличивал затраты. Не пронесло. В ходе проведения плановой проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю табачными изделиями, установлено завышение профессиональных налоговых вычетов из-за включения в состав вычетов расходов, не подтвержденных документально. Данные нарушения привели к занижению налоговой базы, что повлекло неполную плату налога в сумме свыше 30 млн. рублей. Всего по акту проверки было доначислено и взыскано в бюджет более 40 млн. Индивидуальный предприниматель, кроме этого, привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ведения учета, а также за неполную плату налога в сумме порядка 6 млн. рублей. Платить налоги – наш гражданский долг, а долги рано или поздно приходится отдавать. Вопрос лишь в том, в каком размере ответ на него вы должны дать сами.